На 13 января назначен тоже поединок между Хаджимуратом Залоем и Джерри Кадоратом. Ты видел этот поединок во время Немира в World Cup. Именно таким будут все шесть раундов в Лас-Вегас? Или все-таки ты думаешь, что Джерри состояние будет переломить хоть событие? В общем, Хаджимурат Залоева знаю уже много лет, как он был и моим соперником. Так, что сейчас соперник Джерри Кадората. Сам Джерри, не знаю, вроде в Америке делал эти самые проблемы и Джону Бзенку, и самым сильным спортсменом из Америки. И Травису всем подряд. И Травису, да, да, да. Просто он как спортсмен весит, понятно, уже 140, почти 150 килограмм. Хаджим, не знаю, не знаю, если он когда-то весил 80 килограмм. То есть почти Джерри два раза больше, да, и тяжелее, чем Хаджим. Ну, тем не менее, что случилось тогда на золотом туре, и почему именно этот поединок выиграл? Ну, скажем так, уверенностью-неуверенностью, но выиграл все-таки Хаджим. И как это будет выглядеть шесть поединков, а не один? Не знаю, как себя чувствовал на золотом туре Джерри, который тогда. Не смотрел, какие у них были поединки раньше, да. Но я думаю, что просто Хаджи был посильнее. Там сразу было видно, уверенно-неуверенно, просто у Хаджи техника своя. Он, если не выигрывает сразу за стартом, просто если попадает в свой крюк, там у него статика очень-очень большая. Он просто может удержать много и долго. То есть я думаю, что Джерри его удержит и сейчас на соревновании. Если у него будет хорошая форма, конечно, он как-то и нанимирует, потому что, конечно, все видели Хаджим Мурата и в плохой форме. Когда, может, что-то не подготовился, может, что-то у него связка болела, ну, был и в плохой форме, да. Но сейчас показался на золотом туре, я думаю, что у него он еще сильнее никогда в жизни не был, чем сейчас на золотом туре. То есть не менее, у него форма хорошая, целый рог или несколько лет. Я думаю, что он может Джерри его удержать и держать долго просто. Только самое главное, чтобы у него была форма. Форма, как минимум, как на золотом туре. Джерри, он соперник чуть-чуть уже постарше, не знаю, сколько ему лет, но я думаю, что он с места уже так не, это самое, и своим весом, и всем просто он с места не станет, я думаю, 10, 20, 30 процентов сильнее. Причем Хаджим может набрать вес, добавить, тренироваться, он из молодых спортсменов, он может еще добавить и сил. Ну а техника Джерри Кадарета как раз может говорить так, что может не подходила техника Джерри Кадарета до техники Хаджи. Все-таки Хаджи его перевел в технику крюк, а Джерри Кадарет в крюку не так борется, он все-таки борется более в трицепс, методом толчком, но не в крюк. Когда рука уже перевелась его в крюк, с Хаджи видно было, что сил уже там не было, насколько много, насколько он может развить, когда борется с отогнутой кистью и борьбой в трицепс. У Хаджи просто связка крепкая, у него бок держит очень мощно, да, то есть Кадарета может его хотел затащить, забить просто его этим самым толчком, ну, и ему просто, Хаджи ему не дал, не дал просто ставить руку в свое положение. Может, если бы Кадарета чуть-чуть его ниже, еще задавил, может, Хаджи бы уже его не вытащил, потому что он все-таки весит 140 чем-то килограмм. И техника, я думаю, что техника подходит, подходит, но я думаю, интересно будет, может быть такая борьба, что Хаджи может проиграть и 6-0, или 5-1, а может быть борьба, что Хаджи может выиграть 6-0. То есть для меня тоже самое будет, очень интересная борьба, между Кадаретами и Залой. Ты думаешь, этот поединок достойнее будет того, чтобы его посмотреть на самом деле, 6 раундов? Во-первых, такой поединок Арфайту еще не был никогда в жизни, да, чтобы боролся спортсмен, который весит 70, допустим, почти 80 килограмм, со спортсменом, который весит почти 150 килограмм. А с точки зрения, например, маркетинга, если, скажем так, Джерри Кадарет выиграет, что будет, и, например, что будет с точки зрения маркетинга, если Джерри Кадарет проиграет? О, ну, я не знаю, какое имя имеет Кадарет в Америке, но если бы Джерри Кадарет выиграл, ну, показал бы просто, что он сильнее, и то, что он проиграл на золотом туре. Он проиграл просто из-за того, что не чувствовал себя хорошо, болела у него рука и так далее, и так далее. Если он, конечно, проиграет, будет ясно, что ему надо еще потренироваться или вообще до спорта войти. Ну, а посмотреть это с точки зрения, например, этого самого Хаджи Мурата Залоева? Ну, я думаю, что Залоев такой спортсмен, который может, с которым можно сделать анфайт с любимым просто, и его поставить с любимым соперником. То есть, допустим, ему невыгодный такой Цыпленков, потому что, Денис Цыпленков, потому что он имеет сильный битец, и он просто эту связку может растянуть, да? Тоже Андрей Пушкар, который борется, борется вверху, да, тоже ему может просто пробить кисть. Ну, спокойно, у него все спортсмены, которые борются в крюк, именно станический крюк, он с любым спортсменом в любой весовой категории может бороться. Даже если был анфайт Майкл Тодд, Майкл Тодд, Хаджи Мурат Залоев, я Бизнес Залоев оставил.